Ахмедовая Александра Азатовна. Погирую Руслану Гугар-Оглы. Из 270 студентов-соискателей 225 поступили в политехнический колледж. Они сделали очень правильный выбор, потому что наш Коголымский колледж это один из лучших колледжей в Югре. Это колледж, который известен и на российском уровне. В День знаний были отмечены лучшие абитуриенты. Фаина Рустамова набрала наивысший проходной балл 4,947. Я переехала из города, но в итоге, так как это мой родной город, я здесь родилась и жила большую часть своей жизни. Поэтому я решила вернуться и поступить именно здесь, в своем родном городе. Сегодня одногруппники Фаины Рустамовой и будущие архивоведы дали клятву на верность студенческому братству. К слову, учебная программа в этом году – это 8 направлений. Что касается профессиональной подготовки и направления разработки и эксплуатации нефтевых и газовых месторождений, безусловно, ребята, это самое престижное, самое перспективное и самое лучшее направление, которое, скажем так, для нашего региона. По просьбе наших партнеров, компаний «Лукойл», по настоятельной просьбе наших депутатов, у нас была открыта еще и платная группа по разработке нефтяных и газовых месторождений. И тоже она заполнена полностью. То есть желание, да, даже на платной основе желание обучаться у наших абитуриентов было очень высокое. Из востребованных специальностей сегодня сестринское дело и финансы. Также студенты часто выбирают рабочие специальности, такие как сварщики, мастера контрольно-измерительных приборов и повара-кондитера. Мой выбор упал на сварщика, так как у меня есть много знакомых сварщиков, и они хорошо отзывались о этой профессии. Такие специальности в России сейчас востребованы. Много сейчас городов строится, и сварщики очень нужны, без них никуда. В семье только бабушка была шеф-поваром, а так больше никого не было. Просто захотелось стать поваром, не знаю, какое-то желание есть. Впереди почти четыре студенческих года, наполненных не только учебой, но и насыщенной культурной и спортивной жизнью. Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Специально для новостей.